Всем привет! Меня зовут Галкин Руслан, я музыкант и фольклорист. Добрый день! Меня зовут Настасья Рублева и я этнограф и антрополог. В своих экспедициях мы от старшего поколения записываем обряды, традиции, песни. Но за кадром остаются реальные жизненные истории носителей культуры, и о которых мы как раз с вами и хотим поговорить. Чтобы сравнить, чем их жизнь отличается от нашей. Первый сезон подкаста у нас будет связан с жизнью человека. И мы с вами поговорим про рождение, детство, юность, свадьбу, взрослую жизнь, старость и смерть. Этот выпуск мы посвящаем юности. Мы уже подходящие девчонки были, лет по двенадцать нам было, а мать строго воспитывала. Мы никуда не ходили, под окошком сидим. До двенадцати просидим, а мама сама не будет спать и нас ругает. Зачем долго были на улице? У нас брат гармонист был. Вообще семья музыкальная была. Брата стали звать по гулянкам. Отец до этого продал корову и купил ему гармошку. А когда брат стал ходить по гулянкам, выпивать стал. Подают ему, а он пьет. Так отец взял эту гармошку, разрубил ее и в бане сжег. Отец наш так сделал, чтоб брат наш не ходил по гулянкам и чтоб ему не наливали. А я вот два года на свинарнике отработала. Мы руками свинарники мыли, у нас все блестело. А меня председатель забрал коров-то ведь. А нам стельных нетелей дали 15 штук. Мы их руками раздаивали. А потом отдавали дояркам на базу. Нам опять группу ставили. И вот в 60-м деньги стали первые меняться. Сюда же военные приехали. Парни, кассу охранять. Они же пистолетами кассу охраняли. Ну и тоже за нами. Мы идем, а они спрашивают. Девчонки, где вы работаете? Я говорю, на СТФ. А он такой, я таких слов не знаю. А я ему говорю, на свинарнике вот где. Они нам говорят, мы к вам, девчонки, придем, поможем. А я ему, не-не-не, не ходите, там говном пахнет. А я на первое платье заработала, когда хлеба привезли. Штапель привезли. Там было не видать клетки, что такие беленькие, синенькие. Он излежанный весь был. Из клуба приходишь, тряпочку в платье завернешь. А в одной хате семь детей было. Да еще и родители. Вот такая юность, понимаешь? Мне как музыкант гармошечку жалко. Вот это раз хотела, про первую историю. Ты вот понимаешь, да, что произошло? Семья музыкальная, девок блюдут. До 12 ночи можно гулять, но только под окнами. То мать блюдет. А вот сыну купили гармошку, корову продали. Он ходил, гулял, наливать стали. И отец гармошку разрубил. Вот такая юность. Продать-то в то время, это очень больно. Очень больно. Слушайте, корова кормилица. Но это к вопросу о том, наверное, как отнеслись к увлечению сына. Ну, раз семья вся музыкальная сама изначально, то, наверное, родители прекрасно это понимали и хотели, чтобы продолжалось это. А с другой стороны, вот, пожалуйста, взял, увидел, что во вред идёт увлечение, что наливаются, пьётся парень, не пожалел, взял, разрубил. Продать же мог, ну так-то, да, гармошку. А взял, разрубил. Это, знаешь, мне кажется, вот ты как гармонист поймёшь, когда твою родненькую гармошечку на твоих грозах разрубают, тут как бы как раз дело даже не в том, чтобы гармошку это отобрать, а чтобы показать, как бы, да, научить, что сын, вот беру ту штуку, которая тебя доводит до алкоголизма и разрубай на твоих глазах. Может, не настолько жёстко, но, мне кажется, история очень... Современности тоже, может, схожи в том плане, что начал играть, нашёл места, где хорошо наливают, где ты играешь, и всё, и поедешь. Ну, такое горе тоже есть. Ну, к сожалению, да. И знаешь, мне кажется, в чём особенность юности, что ты уже вроде как взрослый, да, в гармошке играешь, по гулянкам ходишь, но ещё не обладаешь вот этим навыком сопротивления страстам взрослой жизни. Здесь вот как раз фигура родителей. Вы знаешь, я что подумала? У нас сейчас юность приходится на, скажем так, на более поздний возраст, когда мы поступаем в университеты, уезжаем от родителей, там, впервые студенческие тусовки, вписки, там, да, и родители... Первые попытки самостоятельной жизни. Первые попытки самостоятельной жизни. И родителей нет рядом. То есть, когда ты впервые сталкиваешься с реальной взрослой жизнью, когда вот то самое воспитание, которое в тебя вложили, родителей нет рядом. А в чём отличие было всё-таки крестьянской среды, что деревенской, что родитель находился рядом. И он, всё-таки понимая, наверное, да, особенности этого возраста, позволял какие-то вольности, но мог и, в общем-то... Ограничить. Ограничить ребёнка, подростка, юношу, девушку на его пути и вернуть обратно. И мне кажется, здесь как бы юность с одной стороны была ограничена, но с другой стороны более такая регламентированная у людей. Ну, опять же, что всё-таки парень был гармонист, а музыканты были в деревне в почёте, потому что их не так уж прямо много было, особенно если на гармошке играли. Особенно после войны-то? Особенно после войны, да. Поэтому тут и тоже нужно было понять, что как-то его надо было наградить, и награждали как могли. Чем было? Да. Как говорится, да и сбери, да. Он брал. И всё. И всё. Ну вот, наверное, как бы гармошку жалко, но вот загубленную жизнь было бы жальче. Это да. Поэтому сберёг. А вот вторая история у меня, кстати, даже, ну, так как они такая девичья, больше импонируют. Знаешь, сейчас у родителей, подростков, там, да, юных, дев и молодых людей, главная задача ребёнка как бы наставить, чтобы не было праздности, чтобы в это праздное время ребёнок не шлялся там по подъездам. Ну, по крайней мере, в моём детстве родители такие думающие отдавали ребёнку максимально большое количество секций, чтобы он не пошёл там, не знаю, курить в подворотне, шляться на какие-нибудь заброшки, в непонятных компаниях. А здесь мы видим, что вопрос в свободном времени решался очень просто. Работает в свинарнике. Ну, даже, даже вспоминая, вот если это всё-таки 60-е годы, мне кажется, и потом то же самое в дальнейшем было, то есть, например, вот, то, что в юности уже начали работать где-то там в свинарнике, там, или ещё где-нибудь, это было очень нормальным обычным явлением, особенно в городе даже. Ну, давай так, всё-таки, мне кажется, вопрос сравнения советской молодежи, деревенской, городской, это особое отношение. Это да. То, что мой папа до сих пор такой, о, погнали наших городских. Вот эти наши отношения, это особый шарм. А здесь, мне кажется, что интересно в этой истории, что, во-первых, юность, она не беззаботная. У нас есть заботная, беззаботная юность. Она тут заботная. Забот полон рот, как говорится. Потому что она тут из свинарники вручную драет. Ей 15 лет, где-то тут было бабушке, вот здесь не общалась. Им давали нетили. То есть, это молодые коровы, которых нужно было вручную раздоить, чтобы их потом уже поставили на аппараты, которые бы их доили. То есть, ты понимаешь, вручную 15 коров раздоить, это какой труд. А ты же девчонка молодая, тебе же ещё пара не нравится. Вон, парни, приехали касту хранять. С пистолетами. Это что ж, какой тут франц приехал. Городской ещё, небось. Вот идут. Надо познакомиться. Видишь, они сами к ним подкатили. Знакомятся. Спрашивают, где работаете? На Су-Та-Фе. Ой, красиво звучит. У вас Су-Та-Фе, семинарник. Так что не приходите, там говном пахнет. Поэтому, знаешь, с одной стороны, жизнь, конечно, юных людей тогда отличалась от наших юных годов. То есть у нас всё-таки это школа, кружки какие-то, да. А у них это вот работа в колхозах, совхозах, свинарниках. Это реальная ответственность. Там, да, за тот труд, который ты делаешь. Но с другой стороны, чая не всё те же. Нравится мальчикам, девочкам. Красиво наряжаться. Но у нас всё-таки была возможность красиво нарядиться. А у неё, вот, пожалуйста, штапельная плачушка, которую она сама ткань заработала. На ткань денег заработала. И ещё непонятно, какого там она расцвета была эта ткань. Потому что старая залёжная. Ну, из тех же историй, что одни валенки могли быть на всю семью. Да, да. Или вот девчонка молодая, красивая, надеть ничего. Грустно. А хочется нравиться мальчикам. Поэтому, мне кажется, что находчивость была вот в то время у молодёжи. Знаешь, в годы такой сложной экономической обстановки как-то всё равно проявить себя. Творчество, он, так сказать. Творческий подход к тому, как себя показать. Да. Проявлять в пространстве. И здесь вот с бабушкой общалась. Она такая, знаешь, характерная. Ещё она у меня так всё пыталась угостить мёдом. Никогда у меня так агрессивный мёдом. А ну, бери ложку, ешь. Ешь, мёд, тебе говорят. Вот. И она рассказывала историю, что к ней очень много схватывались. И не потому, что там она была в Гуче, в Фразе с какой-то новомодной косметикой. Потому что характер был. Понимаешь? И мне кажется, что в условиях какого-то такого ограничения, острой нехватки средств украшения, человек начинает украшать себя какими-то своими личными качками. Ну, знаешь, даже, наверное, без разницы, какое время, даже если сейчас смотреть, что для парня, чисто так, да, визуально, со стороны парней, вот, своё мнение, говорю, что всё-таки иногда просыпает вот этот вот азарт, сможет побороть этот характер. А, слушай, даже штука же есть, да? Говорят, что некрасиво, некрасиво, не беда. Красота всего на время, а характер навсегда. Поэтому я согласна, что характеры важны. Но самое интересное, если сравнивать, как тогда и как сейчас, обстоятельства разные, да, экономические, социальные. Абсолютно разные. Ну вот чаянии одни и те же. Быть красивыми, быть такими яркими, заметными, гулять с кавалерами, с дамами, ходить на эти вечерки, дискотеки, вечеринки, неважно. Но, но всё равно сравнивать интересно. Вот. Мне кажется, что у каждого поколения есть какие-то свои особенности юности, которые не повторяются в другом поколении. И это прекрасно. Да. Так что, друзья, пишите ваши истории юности, чем ваша юность отличается от юности, например, ваших внуков, если они у вас есть, или ваших детей, или ваших племянников. Ну, или ваших родителей. Да. Пишите свои истории, потому что юность, она прекрасна. Как люди, которые уже прошли, к сожалению, этот этап. Ну, мы не так далеко. Не так далеко, но оно уже, уже позади, уже грезит, уже наступает, на пятки, уже поглощает на взрослую жизнь. Но вы пишите свои истории, и мы с удовольствием их послушаем. Все ссылочки будут в описании на наши соцсети, где вы можете как раз оставить свой комментарий или свою историю. С вами был Галкин Руслан. И Настасья Рублева. Всем пока. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова